В одной из валмирских школ недавно у ученика изъяли сумку, в которой находились сигареты и курительные приспособления. Некоторые школьники готовы жертвовать свои карманные деньги на покупку сигарет. Представитель госполиции по делам несовершеннолетних Рита Азарска говорит, подростки становятся все более бесстыдными. Курят в классах, женских туалетах, раздевалках. Другим детям это неприятно. Заместитель начальника валмирской муниципальной полиции Янис Кайбе рассказывает, что стражи порядка во время проверок в школах часто находят у подростков приборы для курения. Как дети их приобретают? Просит купить совершеннолетних знакомых. Известны случаи, когда устройства для детей покупали их родители. Существует своего рода бизнес, если так можно сказать, когда за повышенную стоимость продают устройства для курения. Представители школ в Алмире подчеркивают, чтобы снизить распространение электронных сигарет среди подростков, учебные заведения, родители и полиция должны сотрудничать. Здесь должно быть участие родителей, чтобы они не просто полагались на школу, но и говорили об этом, и проверили, что у ребенка в сумке. При этом нарколог Лев Полунин говорит, чем раньше начать курить, тем сложнее потом бросить. Есть большой риск, что такие продукты бывшие подростки будут покупать всю жизнь. Это влияет на легкие ткани, не так хорошо снабжаются кислородом. Напомним, употребление и передача табачных изделий и электронных сигарет детям и подросткам запрещены законом о защите прав ребенка. Виктория Пушкила-Отто, РусЛСМ в сотрудничестве с Видземским телевидением. Субтитры создавал DimaTorzok